Никто не станет отрицать, 2020 год толком не успел начаться, как сразу же вошел в историю. Сложная обстановка в мире, где политические амбиции пересекаются с экономическими антирекордами, сильно усложнила привычный расклад вещей. Но несмотря на все невзгоды, текущий год не потерял статуса самого захватывающего года новинок в сфере компьютерного железа. Новое поколение консолей, новые видеокарты и процессоры ближайшие месяцы будут жаркими и интересными для каждого энтузиаста нашей сферы. И буквально в первый же день осени, 1 сентября в 19.00 по московскому времени, неподражаемый Дженсен Хуанг на своей уютной кухне представил всему миру Ампер. Долгожданное семейство новых игровых видеокарт NVIDIA. Слухи об Ампер ходили еще с начала года, но по большей части не сулили фанатам зеленых ничего хорошего. Многолетнее партнерство NVIDIA с TSMC, лидером рынка наиболее совершенных кремниевых пластин, оказалось под угрозой после череды ударных успехов AMD. Красный гигант занял на будущее рекордный объем будущих 7-нанометровых пластин, оставив Дженсену Хуангу лишь толику необходимых объемов. Переговоры между компаниями длились долго, но соглашения достичь не вышло. Оставив на балансе старого партнера производство чипов для карт серии Quadro, NVIDIA обратилась к единственной доступной альтернативе – корейскому Samsung. В итоге в основу линейки Ампер легли чипы, произведенные по 8-нанометровому техпроцессу Samsung, не слишком энергоэффективные и уступающие изделиям TSMC, но несравнимо дешевые, а потому крайне выгодные NVIDIA. Впрочем, о производственных проблемах корейских фабрик знали далеко за пределами рынка, и поэтому Big Navi в очередной раз казалось куда интереснее. Перейдем к самому мероприятию. Заметим, что 21 день, 21 год можно воспринять как смелую попытку смены парадигмы в названиях. Дженсен много издевался над любителями смаковать утечки во времена Тьюринг, но RTX 2180 все же не случилось. Трансляцию открывал красивый ролик с ключевыми достижениями графики, отчет которых начинался с GeForce 256 и заканчивался последними картами семейства Тьюринг. Дженсен Хуанг с улыбкой и явным удовольствием рассказывал о трассировке лучей и о тензорных ядрах на основе продвинутых АИ-алгоритмов, и даже о том, что традиционная растеризация вот-вот достигнет потолка, после которого на сцену выйдут другие технологии. Очевидно, речь идет именно про RTX. Переходя к сути, Дженсен Хуанг представил ключевые преимущества Ампер. Ключевой фишкой поколения Тьюринг стало появление технологии RTX – трассировки лучей в реальном времени. Кинематографичные презентации Nvidia на некоторое время пленили всех красотами отражений, но уже совсем скоро стало понятно, что мощности RT-ядер недостаточно для комфортной игры с новыми плюшками. На примере недавней демонстрации Cyberpunk 2077, где нас тоже ожидают RTX-чудеса, поколение Тьюринг снова будет неудел. 2080 Ti не обеспечивает в будущей новинке даже 60 кадров в секунду в разрешении Full HD, что уж говорить о 4К. Остается только посочувствовать тем, кто успел недавно разориться на карты уходящего поколения. Ампер же – совсем другая история. Следующее поколение RTX обещает решить проблему низкой производительности с трассировкой лучей, из-за чего старые проблемы канут в лету. Больше никаких 40 кадров в Controls RTX ON. А все благодаря серьезному росту всех компонентов системы – тензорных ядер, SM-блоков и RT-ядер. Дженсен Хуанг обещает геймерам прирост по меньшей мере в 80%, но в некоторых играх можно без труда увидеть и двухкратный рост производительности в сравнении с RTX в исполнении Тьюринг. На практике двухкратный рост производительности RTX 3080 на фоне RTX 2080 продемонстрировали специалисты Digital Foundry. Очень независимый hands-on, который вышел практически сразу после презентации Хуанга. И на первый взгляд это серьезное достижение, но серьезное ли? Во-первых, презентация скрыла от зрителей самое важное – число FPS, ограничившись процентами. Во-вторых, скоро на рынок выйдут консоли, в которых будет собственный RTX, и их красные лучи могут оказаться не сильно хуже зеленых лучей Ампер. Само собой, такую катастрофу, как Тьюринг, Nvidia просто не могла себе позволить перед релизом новых платформ Sony и Microsoft. Снова не завидуем тем, кто купил 2080 Ti в надежде на светлое будущее. Помните, как Марк Церни, ведущий архитектор PS5, при каждом удобном случае подчеркивал преимущество совершенной системы консоли, которая работает с данными в разы быстрее среднего современного ПК? Забудьте! Теперь над такими заявлениями можно будет только посмеяться. Для достойного ответа кудесникам из Sony, Nvidia презентовала технологию RTX-IO – своеобразный подход к обработке данных, заточенной под будущие релизы. Дженсен справедливо отметил, что современные AAA-хиты, да и другие знаковые проекты, с каждым годом становятся все объемнее, и загружать те же 200 гигабайт текстур с жесткого диска уже просто невозможно. Даже современные SSD испытывают трудности с такими массивами данных, и именно здесь на помощь накопителям приходит хитрая технология Nvidia. Во время презентации Дженсен Хуанг продемонстрировал преимущество RTX-IO – одной незамысловатой схемой. Согласно ей, данные с накопителя кэшируются напрямую в видеопамять карты Ampere, минуя процессор и подсистему памяти. При этом, главным недостатком традиционного подхода Хуанг назвал отнюдь не узкую шину, а высокую нагрузку на CPU. Так, NVMe-накопители последнего поколения способны загрузить целых 24 потока, что не пройдет бесследно в тяжелых игровых сценариях. По сути, в PS5 будет реализована похожая система, но Nvidia предлагает ее преимущество в более упрощенном формате. Вместе с красивыми графиками Дженсен Хуанг рассказал и о новых программных технологиях, призванных сделать покупку Ampere еще выгоднее. К примеру, киберспортсмены оценят преимущество Nvidia Reflex, сводящий на нет большую часть задержек компонентов ПК на уровне драйвера. Обычно это значение составляет 30 миллисекунд, но с помощью Reflex его можно сократить более чем наполовину. Для уверенного доминирования над противником Хуанг рекомендовал использовать технологию в паре с новеньким монитором. Такие с частотой обновления в 360 Гц должны выйти на рынок уже в ближайшие месяцы. Nvidia Broadcast – прекрасный инструмент для стримеров, ведущих подкастов и других творческих личностей, покоряющих YouTube или Twitch. С его помощью можно убрать посторонние шумы, локализовав источники звука, размыть, заменить или вовсе убрать задний фон с веб-камеры всего в два клика. Все это стало возможным благодаря появлению совершенных алгоритмов на базе машинного обучения. Не забыли Nvidia и о разработчиках. Для них был представлен уникальный в своем роде инструментарий для создания эффектных роликов и презентаций, а также работы с соседами. Он получил название Omniverse Machinima в честь тех самых легендарных машинем из светлого прошлого. В рамках анонса примером работы Omniverse послужила Mountain Blade 2 Bannerlord, на базе ассетов которого всего за несколько дней был создан кинематографичный ролик с полностью анимированным персонажем. С помощью Omniverse станет возможным моделирование мимики и анимации рта героя по голосу актера озвучки, построение общих анимаций моделей и многое другое. Этот интересный набор инструментов станет доступным для общего тестирования уже в октябре. Возможно, на горизонте маячит новый золотой век машиням. Остается несколько вопросов. Где же новая графическая оболочка драйвера для обладателей видеокарт Nvidia? Почему Radeon Adrenaline все еще является более совершенным и продвинутым, а Jensen не спешит шагнуть в 21 век? К сожалению, ответа на эти вопросы мы не знаем до сих пор. А теперь поговорим об изменениях. Поколение Ampere стало первым за долгие годы, в рамках которого компания Nvidia отошла от традиции выпуска флагмана с индексом TI. У такого неожиданного решения было несколько причин. Самой весомой из них стала серьезная путаница в модельном ряде, из-за чего бесконечные TI, супер и модели с разной конфигурацией памяти то и дело портили настроение людям, пришедшим в магазин за видеокартой. Уложить в памяти то, какая карта быстрее и почему было сложно. И поэтому Nvidia протянула руку помощи, создав максимально простую интуитивно понятную линейку RTX 3000. Флагманскую роль на этот раз исполнила классическая вторая карта линейки RTX 3080. Имея 10 гигабайт сверхбыстрой памяти, GDDR6X и целых 8704 CUDA ядра, что вдвое больше 2080 Ti, новинка готова свернуть горы и заявленная двукратная производительность 2080 делает серьезную заявку на лидерство. Но зрителей анонса шокировало даже не это, а цена всего 699 долларов. И нет, это не ошибка. Сам Дженсен признал, что Тьюринг не смог склонить к апгрейду владельцев блестящих видеокарт семейства Паскаль. Но Ампер способен приятно удивить, причем сделать это недорого. И речь далеко не только о RTX 3080. Та же RTX 3070, младшая модель из стартовой линейки, всего за 499 баксов предлагает производительность выше 2080 Ti. Да, у нее на борту всего 8 гигабайт обычной GDDR6 видеопамяти, но это не слишком умаляет очевидных достоинств. Вся мощь флагмана прошлого поколения за 40% от цены? Но и это еще не все. Отказавшись от бренда Titan, Nvidia представила видеокарту для тех, кому важно не только играть, но и заниматься контентом на новом уровне. RTX 3090, которую даже Дженсен с трудом вытащил из печки, несет на борту 24 гигабайта памяти GDDR6X и предлагает забыть о любых компромиссах. На презентации Nvidia, для намека на мощность новинки, даже показывали каких-то людей, играющих в разрешении 8К с 60 фпс. Эти люди были серьезно впечатлены? Вопросов нет. 3090 для серьезных людей и владельцев 8К телевизоров. И все же презентация состояла не только из светлого и прекрасного. Стоило снять зеленые очки и отвести взгляд от портрета Дженсена Хуанга на столе, как вопросы возникли сами собой. И сейчас мы разберем все, что осталось за кадром анонса Ампер. Любой анонс всегда стоит воспринимать со здравой долей скептицизма. Вспомните презентацию Тьюринг, где слова Дженсена и JustWorks и несколько красивых демо заставили людей до хрипоты доказывать друг другу, что за RTX будущее. И если в этом они не совсем ошиблись, то с покупкой карт поколения Тьюринг многие допустили ошибку. Игр с поддержкой RTX в заявленном количестве так и не вышло. А те, что все-таки получили поддержку перспективной технологии, работали из рук вон плохо. Владельцы флагманских видеокарт продолжали играть с отключенным RTX, надеясь на будущее. И вот оно наступило. И после анонса Ампер, некогда счастливые владельцы 2080 Super или 2080 Ti в спешке сбывают свои карты на ebay по 400 долларов. Релиз все ближе, и скоро былые флагманы превратятся в тыкву, обесценившись в разы. Но что же графики? Дженсен Хуанг, продажник от бога, мастер презентации и душевный мужик, которому хочется верить всем сердцем. Но, увы, в этот раз красивые значения не показывали нам самого главного. А именно, значение FPS. Будь то множителя, как в случае с RT-производительностью, или проценты, как в случае с демонстрацией от Digital Foundry, все это никак не демонстрирует нам чистую производительность и просто вводит в заблуждение. Не говоря уже о том, что многие цифры были получены с использованием DLSS 2.0, прекрасной технологией апскейлинга, которая творит чудеса с производительностью и картинкой, но лишь там, где поддерживается. Ярким примером, показанным на презентации, был недавний ПК-релиз Death Stranding. Кодзима прекрасно реализовал технологию в своем проекте, но, опять же, далеко не каждый разработчик на это способен. И общую картину это никак не показывает. Насколько же 3080 бодреет той же 2080 без RTX и DLSS? Ответ на этот вопрос знает лишь сам Дженсен Хуанг. Но вам не скажет, а то вдруг еще не предзакажете 3080. Энергопотребление новинок тоже упоминалось только вскользь. Довольно жуткие цифры в 90% производительности на ватт могли создать у зрителей впечатление, что перед нами монстры, да еще и не слишком прожорливые. Но это не так. Умеренной из трех карт является лишь RTX 3070 с TDP в 220 Вт. Ее игрушечную систему охлаждения можно сразу заметить на фоне двух старших моделей. А там экспериментальная система, инновационный дизайн, внушительные габариты и TDP, значения которых могут уходить за пределы 400 Вт в разогнанных партнерских моделях. Такие цифры серьезно угнетают, но говорят они лишь об одном из двух. Или техпроцесс Samsung все еще очень сырой, или же NVIDIA выжила из своих чипов все, что смогла, опасаясь то ли консолей, то ли таинственной Big Navi. В любом случае, если ваш интерес сосредоточен на 3080 или 3090, позаботьтесь о покупке дорогого, хорошо зарекомендовавшего себя блока питания мощностью минимум на 650 Вт. Ксас не покупать! Наконец остается вопрос доступности. Новые видеокарты могут сильно задержаться на всех рынках за пределами США. Случаи 2080 Ti, которая добиралась до некоторых счастливых предзаказавших целых 3 месяца после релиза, намекают на то, что на этот раз картина будет как минимум схожей. А некоторые ритейлеры, почувствовав жажду наживы, будут предлагать новинки по таким ценам, что офигеет даже сам Дженсен Хуанг. Увы, современная ситуация в мире только способствует всякого рода перегибам. К тому же никто не может сказать, какими окажутся партнерские наценки на карты семейства Ampere. Если самые дешевые 2080 Ti можно было купить чуть дороже 1000 долларов, то лучшие модели продавались уже за 1200 и даже больше. 1000 баксов за 3080? Не исключено! Поэтому мы рекомендуем вам переждать релизный шторм и купить видеокарту чуть позже по более приятной цене. Продажи Ampere стартуют совсем скоро. RTX 3080 за 800 баксов появится в магазинах уже 17 сентября. RTX 3090 за 1500 ограниченным тиражом начнет продаваться 24 сентября. А RTX 3070 за вкусные 500 долларов попадет на прилавки только в октябре. Что же в итоге? Дженсен Хуанг начал вещание с кухни и поразил весь мир так, как этого не ожидал никто. Новое поколение оказалось не только существенно дешевле предыдущего, но и обещает самый крутой рывок производительности за поколение в истории, как заявляет сама NVIDIA. Фанаты ликуют, хейтеры ненавидят, а мы похвалим Дженсена за очередной прекрасный анонс. Смотреть трансляцию было одно удовольствие. А вам, друзья, советую мне отключать голову и не принимать поспешных решений. Дождитесь независимых тестов и не верьте в громкие заявления авансом. Да, и еще кое-что важное. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наше будущее видео по анонсу Big Navi. AMD не собирается оставаться в стороне от праздника передовой графики и обязательно представит свой ответ Ampere в ближайшее время. Видео не заставит себя долго ждать. Ну а пока, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!